Потрясающий игровой день сегодня выдался у нас. Были какие-то ожидаемые вещи, были некоторые сюрпризы. И к нам вернулись в студию пост-шоу Inmate и Mortales. И сейчас они поделятся с вами своими впечатлениями. Ну что, ребят, как вам игровой день сегодня? Так, ну нам на самом деле очень интересно, Майл, почему ты говоришь настолько тихо. Но тем не менее мы постарались понять и услышать твою мысль. В двух словах день получился довольно интересным. С одной стороны, это уверенная победа Virtus.pro, с другой стороны, уверенное поражение Spirit. И как вишняка на торте, это замечательный матч с фонтаном, с заемом под фонтан. Mortales, вот ты что по этому поводу? Я думаю, что стоило смотреть первые матчи, которые, ну откровенно, были не самыми интересными, для того, чтобы посмотреть одну единственную шикарную карту, лучшую за все дни. Ну реально была крутой, так долго, так весело, так много киллов, смертей, убийств, перевороты туда-сюда. И я думаю, зрители там тоже в чате высказывались по поводу того, что увидели. Кто-то доволен, кто-то нет, по разным причинам, но тем не менее было круто. Да, тем не менее, это, наверное, была первая игра за все время, в которой именно вот тип равной команды встретились максимально. Поэтому была вот такая здоровская драка. Во всяком случае, она была реально интересной, что уж там и... Фух, это действительно было круто. Я уж не знаю, какие эмоции вы там испытывали. Хотели бы, чтобы появились эти Тер-5 артефакты. Ну немножко мы до них не дожили, к сожалению. Вообще не до них было. Профессионально не до них. Тут бы драку пережить. Мы сначала вспомнили, что вообще Т4 существует, потому что все игры до этого были там до получаса. Жалко, что Форс так и не вспомнили, что существуют вышки и бараки у соперника. Ну, зато вспомнили про фонтанчик. Друзья, вы также можете нам писать ваши сообщения. Вот пишите все свои эмоции в чат, и мы самые яркие из них обязательно обсудим, потому что, ну, не так часто у нас на паре матч-лиге не просто вот это вот избиение 2-0 безидейное, а безидейная борьба. Реально крутая. Ладно. Ну что ж, у нас, собственно говоря, предстоит нам сложный выбор нескольких вещей. И начнем мы сегодня с хайлайта. Уж я даже не знаю... Любую драку с последней картой, вот, выбирай, это будет оно. Ну, давайте посмотрим хайлайты. Ну, до этой карты был один хайлайт крутой. Это хроносфера в четверых. Ни к чему не привела, но было красиво. У нас какие-то все хайлайты такие. А второе я, пожалуй, отметил после того, как уже сходили на фонтан, как два саппорта отбились. Где Лил успел своровать бласт и успел зарядить в тимбера, и тот погиб, и все перевернулось. Там еще кого-то глимсанул. Там выкупился игрок на Dark Village, ваш по идее, прилетел, его глимсанули, выкупил стиммера делать телепорт, убили крипа. То есть никто не доехал, он добил аппарата. Там драка была царская. Да, ну, собственно говоря, мы все еще в ожидании хайлайта. Нужно, наверное, вспомнить и немножко о других матчах, которые сегодня прошли. Мы еще поговорим о них. Были, да, другие матчи? А были, да, были и другие матчи. Но они как бы меркнут. Во-первых, ВП, как всегда, в общем-то, когда они собираются без каких-либо шансов переехать. Так, все. Отложим все. У нас есть звонок в студию. И это самый жаркий гость, самый желанный, который только мог быть. Илья Лил Ильюк. Илья? Да, здравствуйте. Позвоню вам в студию пообщаться. Здравствуй, Илья. Во-первых, выражу свои эмоции. Просто огромное спасибо за эту феерию, что вы подарили нам на третьей карте. Ну и, конечно же, поздравляю вас с дебютом в паре матч-лиге, удачным, с двумя очками. Твои эмоции по поводу этой неистовой доты, которую вы показали? Ну, на самом деле, не мы подарили, наверное, больше форзы подарили своим перформансом. А так, ну я рад, что мы хоть что-то можем выиграть, потому что мы за два дня сыграли только три скрима и одну официалку. Одну официалку проиграли безидейно, и все остальные скримы тоже. Только вот один сегодня выиграли, более-менее. Поэтому я, на самом деле, не рассчитывал, что мы сегодня придем и выиграем хоть что-то. Но вот выиграли. Слушай, ну в первой игре вы как-то вообще прямо такое ощущение, что то ли подготовили против оппонента драфт, но очень уверенно переехали без особых шансов. Мне кажется, это рандом. 50 на 50. То есть большинство команд, ну и мы в том числе, на том уровне развития, когда ты заходишь, и у тебя примерно 50 на 50 хорошо пикнул, выиграл, плохо пикнул, проиграл. То есть это так работает. Я так понимаю, во второй карте монетка упала другой стороной, вот эта драфтерская. И вас закрыли. Не могу сказать, там не могу сказать, что у нас, ну что мы, очевидно, что когда ты играешь в эти команды Force, ты держишь в уме, что ребята могут пикнуть бруду, мипа, визаж, вон друид, и вот это все в мид. У нас был план, что мипа придет в мид и его бетрайдер на самом деле закрывает. То есть невозможно стоять. И она экспротив фреона тоже такой себе. И, соответственно, мы три линии более-менее стоим. И потом бетрайдеру довольно просто играть против мипа. То есть ты, ну герой на самом деле, сноубол. И если ты его раз-два убьешь, то у тебя весь темп сыпется, и, ну драфт, считай, проигран. Но в итоге нас немножко переиграли. И команда почему-то решила, что зачем свапаться? Давайте постоим, как постоим. В итоге Nike's free farming mid, мипа free farming снизу. Там вроде какие-то замесы и были, похожие на размены. Но в конечном счете все равно играть тяжело. Ну и третья самая интересная игра. Здесь все неоднозначно вышло как по драфту, так и по игре. У нас аналитики сошлись в том, что вроде как драфт у вас поинтереснее, особенно если вы доходите до лейта. Но то, что происходило, мне кажется, вообще никакой аналитики не поддавалось. Вот что в ней пошло не так вначале? Или, может быть, наоборот, у вас все было норм? Где вы там залили, где вернули? Да, наверное, сейчас Dota так работает, что у тебя вся игра строится, то есть, ну, как один человек любит выражаться по кирпичику, и, соответственно, первый кирпичик — это лейнинг. Если ты плохо стоишь в лейнинг, тебе дальше становится тяжелее там на 10-й минуте, грубо говоря, контролить аутпосты, после этого, ну, то есть, тебе тяжело наращивать темп, и, соответственно, чаще всего ты уходишь там в дефенсив доту. Если говорить про эту игру, у нас получается тимбера, против, ну, тимбер-герой такой, которого довольно тяжело на линии закрыть, ну, и на топе ребята плохо постояли. Айбек, наив говорит, что он давно на МК не играл, поэтому, ну, то есть, мы не готовились, скажем так, к этим героям, это просто импровизация, поэтому плохо постояли на линиях, потом тяжело играть, но, в конечном счете, если до длэйта доживаешь, все же ОД, как уже говорили, что ОД убивает всех. В общем-то, так и вышло, действительно, до длэйта вам дали дожить форсовым вот этим вот супер-дайвом под фонтан, но, тем не менее, игра все равно получилась очень красивой. Уважаемые аналитики и комментаторы, вы что-то хотите спросить у Ильи? Вот один вопрос, можно, в один момент вылетели порядка 30 тысяч, когда поняли, что это реально камбэкнуть, ну, я понимаю, залезли под фонтан, тем не менее, вот эта драка наверху, когда вы героически вдвоем отбились, с тех пор, наверное, да, появилось чувство, что вот сейчас мы их дожмем. Да нет, у нас не было такого ощущения, что мы его проигрываем, там, пятером умерли, все, конец. Да нет, даже там был момент, когда, наверное, они забрали Рошана, нас зажали по карте, разбили все ворды, и мы стояли просто пятером на хайграунде, и даже тогда у нас, ну, то есть, мы понимали, что это все такое. То есть, у тролля БКБ заканчивается со временем, и все, что надо сделать, это покатить его БКБ. То есть, другие герои тоже довольно, ну, рано купили БКБ, БКБ заканчивается, все, герои ничего не делают. ОД, который сейвит от фокуса, то есть, там, прыгает Марс, дает арену, ОД засейвил, Кунка кидает корабль, урон, ну, то есть, никто урон не вносит. То есть, ну, конкретно в этой игре, мне кажется, их герои намного хуже с Нетворсами, чем наши герои. То есть, грубо говоря, есть тролль, у которого 30 тысяч, и есть ОД, у которого там 20. Илья, Илья, ты рабовойся, сейчас, я не знаю, наши техники, может быть, что-нибудь перезвонят, починят, а то мы, к сожалению, ничего не поняли из последних секунд 10, наверное. Вот так всегда, так всегда самое вкусное у тебя вынимают изо рта. Митяй так свой вопрос не задал. Я переживу, потому что это было достаточно интересным экспириенсом. Но я так скажу, огромное спасибо Илье, что он все-таки к нам ворвался. Я надеюсь, он это услышит. Очень жаль, что мы не смогли с ним вживую обращаться. Просто последние 5 секунд были очень похожи на вчерашнее вью с Алохой. И я исключительно из-за этого уже максимально доволен, потому что день без Алохи, день зря. Ну, да, жаль, но все равно много. О, О, Илья, я вернулся. Да, я здесь. О, отлично, слушай, у нас тут просто... Вы, кстати, тоже начали рабовой сеть. на кабель наступила, но все в порядке. Что вы не услышали? Собственно, последние 10 секунд, наверное. 10 секунд? Про Нетворсы услышали? Да, 30-20 тысяч, что у вас все ок, что в зажарных игроках все было хорошо, а вот дальше пропал. Потенциал героев намного сильнее, то есть Дизраптор может купить Аганим, ты два раза закрываешь героя, один раз с байбэком, второй раз без байбэка, игра закончилась. А у ребят только тролль, по сути. Игра довольно простая в этом плане. Митяй, твой вопрос. был вопрос, когда-нибудь думал задать. Короче, вот ты обозначил пул Гибкого, всякие ландроиды, все прочее, прочее, прочее. Вот по степени мерзкости для вас, какой герой был бы самым неприятным из его пула? Да нет, такое, это все зависит от фуп, сп, знаешь. Хорошо перефразили, что бы ты хотел, получить сторону или ласпик? Против этой команды, наверное, лучше ласпик. Но вот даже мы в первое видео довольно просто получилось из-за того, что они рано открыли ОД, а ОД такой себе герой сейчас. Ну, видишь, они так не считают и пока 50 на 50 идет. Ну вот и поиграли с 20 минут. С другой стороны, они с ним ВП обыграли. Так что дважды. Илья, огромное тебе спасибо за то, что пришел к нам на интервью, пролил свет на то, как все у вас происходило в этой игре. Я думаю, что это, надеюсь, что это не последний ваш матч и не последняя победа. И мы еще пообщаемся. У нас еще не закончились вопросы, но хорошего понемножку. Так что спасибо, что ворвался и удачи в будущих катках. Да, и вам спасибо. Мы, кстати, завтра играем против ОП, поэтому завтра сможете пообщаться. Но не со мной, а с зайцем. Все, всем пока. Уверенный настрой и главное стремление к победе. Настроение точно поднялось, я уверен, после победы. Ну, в общем, да, Лил, посмотрим, кто завтра будет смеяться последним. Я уверен, что у ВП будет тоже особая мотивация на эту встречу, но и агрессив мод. Для них очки очень уже... Я вообще забыл, зачем мы здесь собрались. Обсудить пост-шоу, разыграть что-нибудь, если есть, достаточно количество сплеев. А, у нас хайлайт дня. Да. Что это? Это который из драк. Что это игра? Это все-таки хроносфера. Ну, это, конечно, не хайлайт дня, как мне кажется, но это просто было красиво визуально. Будь там что-то еще, да, это было четко. Да, эфан батя, убили пака. Хроносфера в четверых. Ноль помощи, как говорится, ну, или что-то типа того. Хайлайт серии, хайлайт двух серий, хайлайт первых шести карт, но не дня, к сожалению, потому что в конце было покруче. Хайлайт дня у нас длился 60 минут почти, и это была третья. Хайлайт недели. Третья карта. Хайлайт, ну что ж, второго сезона пока что. Ну и давайте, собственно говоря, взглянем на то, что у нас происходит в турнирной таблице теперь. Агрессив мод сразу вырвались. С двух ног. Да, сразу прыгнули аж в потенциальные религейшн матчи, а не вылет, обогнав и Сайбер Легаси, и Тим Спирит, и красавцы, но, естественно, их путь только-только начинается. Виртус Про уверенно лидирует после сегодняшней победы, 14 очков у них, также винстрайки поднялись, 6 у них, ну, серьезная борьба будет, вот видно, что ашеров матчи побольше, и вот между ашерами, винстрайками, фарзами, флай ту мун и агрессив мод, пока вот эти вот команды явно претендуют на... Даже Сайбер Легаси еще нельзя хоронить. Да, и даже у Сайбер Легаси есть легкие шансы, а вот кто прямо, ну, совсем бежсанцовочка, так это Тим Спирит, то есть у них столько же игр, сколько у Ашер, но на 9 очков... Так как у них осталось, да, две игры сыграть, это максимум 7 очков, в лучшем случае, и куда они с ними выйдут, никуда. То есть религейшн или вылет им уже обеспечено. С чем мы, собственно, их, наверное, и поздравляем. Это был очень уверенный дайв в 2,5 дня, за который они реально справились. Что ж, давайте посмотрим, кто сегодня у нас стал MVP, хотя, в принципе, этот ответ, наверное, уже прозвучал, может быть, даже не в аналитике, а в наших сердцах, но мы еще и знаем, кто стал самым MCP, так называемым, самым заклепанным игроком в нашем хаде, кто больше понравился вам. Это MVP, это то, кого выбрали аналитики, и это Лил. Ну, а, собственно, а кто бы это мог быть? Это действительно он. Snapfire и 2 Рубика, и особенно последний. Ну, тут все понятно. Вот если бы у него еще во второй игре было 4 убийства, было бы идеально. А MCP у нас Куман, Чекиряу и Лил. Ну, что говорить, да, у нас по встречам разбились вот так вот. То есть, 2 кэри, и Лил склинился на суппорте в эту как бы очень непростую... Ну, он доказал, что суппорты тоже могут стать вот этими самыми популярными личностями с точки зрения чата, хотя обычно у нас всегда кэри и мидеры доминируют. Ну, как бы хайлайт, фраги. Но Куман не первый день его уже обгоняет по этим хлопкам в чате. Так, как там было? Мои кореша из фрагстора подогнали мне офигенный подарок. И это гарнитура. Но подарок это не для меня, а для вас. И сейчас мы ее разыграем. А может быть, и не только ее. Конкурс бюджетного косплея. Внести косплееров в студию. О боже! Четко. Но это же дети. Ну, какая разница-то? Что это? Бруда. Бруда, очевидно же. И трансляция есть, и там даже стою я на фоне фарзов. Да, классно. Я даже не принимаю, что это вообще. Я не понимаю, где кончается ребенок и начинается косплей. Ладно, я нашел ножки. Я нашел ножки. У меня все сложилось. Там же ручина даже, да, как я понял, какая-то есть. Да. Пистолетов в новом плуа. Очень новый пират. Все нужна гарнитура. Это вещь хорошая. Это сложно по косплею сказать, но это женщина, Джаггернаут. Она скрывается где-то там. Довольно успешно. Довольно бюджетно, но, конечно, не так, как Бруда. Бруда поинтереснее будет. Согласен. Вообще ребенок это не очень бюджетно, Майл. Ну, хорошее замечание. Водить ребенка ради бюджетного косплея это какое же самопожертвование. Собачкой у нас это что? Это Ликантроп. Ликантроп, да, либо Ландруид. Но вообще похоже на Эши из покемонов. Особенно из-за количества Пикачу за спиной. В общем, Сутула собака это всегда лайк. Собака, да. Это более бюджетно, чем ребенок в любом случае. Какие-то пакеты, тарелки, что-то такое, что-то на лице. О, боже. Барт Сатиры, но кто из них? Это самый бюджетный и безумный Кентавр. Это Кентавр. И он реально похож, и он бюджетный. Да, есть такое, есть такое. Я бы отдельно, может быть, если у нас будет второй приз, вручил приз стулу, который отыгрывает запицы этого Кентавра в тапках причем. И вот мой ответ на то, кем можно быть в качестве косплеера с ведром и шваброй. Ведра здесь нет, но швабра отлично. Нет, возможно, ведро на стуле. Возможно, ведро на стуле, да. Кентавр определенно получает пока что респект, уважение. Пожалуйста, вот еще ведро. А, это второй? Да, 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 да. А что было первое? Что-то еще присылала нам Анна Лобанова? Джаггернауты. Ага, ага. А что это? Это андаин. Я думаю, что он в количестве он берет. Да, это андаин, судя по всему. Ну, по крайней мере, шлем похож. И даже рух есть. И руки вытянуты так же. Интересная форма лица. Когда он дэнсит. Ох, да. Так, что у нас еще? Еще один Джаггернаут. С листом... Они прям все похожи друг на друга, эти Джаггеры. Делают ли это и хуже? И это тоже? Нет. И это тоже женщина Джаггернаут. Возможно, в доте тоже Джаггернаут женщина. Никто никогда не видел его без маски. Да, но такая... Видели, видели, но не факт, короче. Но не мы, да? Не, может и мы. Но тут, Майл, давай так. Допустим... Мои кореша из фраг-стора только что подогнали мне второй приз прямо сюда. Допустим, с Кентавром и вторым призом мы определились. Я думаю, без вариантов. Кентавр... Но Кентавр крутой. Кентавр крутой. Крутой, достаточно бюджетный. Давайте выделим двух, а потом решим... Кому что. Ну, хорошо, я про то, что с одним мы определились. Как определить второго среди данного сомна... Я думаю, что... Крутых работ. Я думаю, что это бруда. Я тоже думаю, бруда. Но ребенок же не бюджетный. Ну нет, я не буду спорить с большинством. Мне сказали, что если не бруда, то я могу идти и продавать вот эти вот коврики. Нет, почему ребенок не бюджетный вдруг? Собственно, теперь важно только одно. Я не взял до 20 курсов. Попытаться расстаться с этим добром. Кто? Кто, собственно говоря, что заберет? Ну, я так понимаю, это приз номер один. Короче, загадай число. Это приз номер два. Загадай число для правой штуковины. Нет, я все-таки... Ну, как ты считаешь, Марталли? Ты тоже считаешь, что это приз номер один? Или все-таки коврик? Ну, гарнитура, давай так, коврик, он не всем нужен. Гарнитура нужна любому человеку. И гарнитура должна быть топ-1. Топ-1. Ну, я тогда голосую... Кентавр, топ-1. То есть представь, опять же, ты, допустим, с ноутбуком и тачпадом, там был у нас Джиггернаут, допустим, у него ноутбук стоял за спиной. Не очень нужен коврик. Согласен. Митяй, твой топ-1, кто? Бруда или Кентавр? Кентавр. Кентавр. Ну, собственно, мой голос здесь... Мне очень понравилась Бруда, но реально Кентавр был хорош и... Бюджетен. И бюджетен. Да, Кентавр, это... Шедевр. Это шедевр. Почти так же хорош, как третья карта команды Агрессив Мод против Фарзов. Ой. Ну и, собственно говоря, второе место, коврик, тоже шикарная Бруда с... Я даже не знаю, что это. Это Бруда личная или Паучок? Бруда, паутина, типа, все прочее. Это вообще все бодренько. Сама Бруда или ее Самон? Очень хорошо. Да какая разница? Это Самон, который станет Брудой впоследствии. В общем, с призами мы, к сожалению, на сегодня прощаемся. Для нас очень хотелось их оставить себе, но вы прислали реально годный косплей, нам придется его отдать. Кажется, темы у нас закончились. Я хочу напомнить вам, друзья, что наши кореша из Фариматч предлагают вам удвоение первого депозита по баннеру под стримом. Ну и приходите. Завтра будет супер. Сегодня было круто, но завтра будет вообще нечто. Завтра будет супер игровой день, но об этом мы поговорим завтра. А сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова